В Караганде произошел взрыв газа в доме номер 31 по бульвару Мира. Пострадало три человека. Все о случившемся в репортаже нашего корреспондента. Утро понедельника для жителей дома номер 31 началось громко. В 7 часов громыхнуло так, что люфтры зашатались и штукатурка посыпалась. А вот квартира 47 на пятом этаже сразу стала в два раза больше. Взрывом разметало межквартирные перегородки. Кухонное окно и часть стены взрывной волной выбросило на противоположную сторону улицы. Хорошо, что в 7 утра прохожих практически не было. Все аварийные службы города прибыли на место происшествия. Из здания были эвакуированы жильцы, улицы перекрыты. Спасательные работы начались немедленно. Из квартиры 47 были вынесены три пострадавшие женщины. Двух на скорой помощи отправили в областную больницу, третью с ожогами второй и третьей степени в областной центр травматологии и ортопедии имени Макожанова. Оперативные подразделения и местные исполнительные органы работу свою знают и работают слаженно, оперативно. Проблем никаких нет. Предварительная причина – взрыв газовоздушной смеси в результате утечки системы центрального газоснабжения в квартире номер 47 на кухне. Но это еще раз говорю, это пока предварительная причина, далее потом определят уже точно. Дом был подключен к центральному газоснабжению. Баллонов в квартире не было. В результате взрыва газовоздушной смеси практически разрушено три квартиры. Жители верхних этажей подъезда, в котором произошел взрыв, временно переселились к своим родственникам. Одной семье была предоставлена комната в общежитии. Пока к жительницам квартиры номер 47, которые оказались в эпицентре взрыва, врачи никого не пускают. Опасения вызывают ожоги верхних дыхательных путей. У пациентки Макожановки поверхностные травмы средней степени тяжести и ожоги лица второй и третьей степени. В третьей степени делится на ту, которая самостоятельно заживает, и ту, которая подвергается оперативному лечению. У нее как раз более такая оптимистичная. У врачей состояние здоровья пострадавших не вызывает сомнений. Городские власти озабочены восстановительными работами. Полицейские начинают свое расследование. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский.